Добрый день! И сегодня я, тем не менее, расскажу про Марс. Давайте остановим, презентации перейдем. И я понял, что мне здесь надо стоять. Вот мой доклад называется «Марс. Дорога к Марсу в поисках воды и жизни». Но тут собрались люди, я понимаю, постоянно бывающие планетари, поэтому я каких-то общих вещей особенно не буду говорить, не буду рассказывать, что Земля вращается вокруг Солнца и Марс тоже. Я расскажу о том, что нового делается, тоже действительно вы не знали, что происходит прямо буквально в наши дни, и почему Марс снова оказался в центре внимания ученых, и российских, и зарубежных. И сейчас, в общем, наступает какое-то десятилетие, такой штурма и натиска в исследованиях Марса. Это связано с этими двумя вещами, с поиском воды и жизни. Ну, все, наверное, знают старый такой фильм, может быть, молодежь его день, «Карнавальная ночь», где там пьяный профессор говорит, есть ли жизнь на Марсе, есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе, науки неизвестно. Я его в конце, если получится, покажу. Но сейчас науке тоже это неизвестно. Но наука, начиная гораздо за те 50 лет, что прошли с этого фильма, мы гораздо лучше понимаем, что происходит на Марсе, почему он так интересен. Вот, мы сейчас имеем, но я буду дальше об этом говорить, такую хорошую довольно программу, вот ее реализуют Российское космическое агентство, Европейское космическое агентство, Академия наук, вот предприятие Роскосмоса, Инпо имени Лавочкина, это известная такая фирма, которая космическая находится в Химках. И вот дружными усилиями мы действительно сейчас готовимся получить какие-то новые вопросы, ответы вот на эти вопросы. Ну, давайте посмотрим на Марс. Ну, вы видели это, в общем, не очень впечатляет эта картина. Такая сухая, выжженная, безводная пустыня. И кажется, ну, что там интересного, что туда так рвутся, Илон Маск туда пытается полететь, высадить там людей, что там хорошего. Но, к сожалению, Бог нам не дал ничего другого, и мы должны другой планеты, которая может быть запасной планетой для человечества, в Солнечной системе нет. Ну, всегда, так сказать, до космической эры большие надежды были на Венеру, сестра Земли. Когда я учился в школе, у меня была любимая книжка «Страна багровых туч» в Стругаске, где там идут космонавты, прорубаются через джунгли на Венере. Но всего этого нет. Венера — это действительно раскаленный ад, когда человек никогда не попадет. Ну и все, собственно. Планеты-гиганты, там уже мало солнечного излучения, Меркурия слишком горячая. И кроме Земли нам, в принципе, остается для каких-то полетов, рассуждений, то это безумно трудно, я буду говорить, все-таки только Марс. Ну, давайте я какие-то общие вещи совсем напомню про Марс. Все, наверное, знают, но чтобы просто мне было легче. Ну вот наша Солнечная система, 8 планет. Плутон уже здесь меня интересует. Вот внутренние планеты, Меркурий, Венера, Земля и Марс. Марс — четвертая планета, это Луна. Здесь вот так я компактно здесь нарисовал. Это вот радиус этих планет. Зелененькая — это Земля, желтая — это Луна, красная — это Марс, синий — это Венера. Ну, Венера и Земля почти одинаковые, это и так видно. Марс поменьше примерно в два раза. Марс поменьше примерно в два раза. А плотности? Ну, плотности тут у Луны, она меньше, чем у Земли. Просто так Луна образовалась при ударе другого космического тела, а Землю она срезала только легкие верхние слои, поэтому и Земля, и Марс, они такие более, имеют меньшую плотность. Марсу при образовании очень не повезло, потому что рядом с ним образовался такой хищный, жадный Юпитер, который очень много вещества, которое могло бы попасть на Марс. Четыре — это было все миллиарды лет назад. Четыре миллиарда лет назад он как бы его отъел, и Марс поэтому получился такой маленький. Вообще Юпитер очень сильно влияет на многое, но в частности, в особенности на Марс. А вот этот интересный график — это атмосферное давление. Что нас интересует? Вот атмосферное давление на Земле, но это, мы знаем, одна атмосфера. Вот атмосферное давление на Венере примерно в сотню раз больше. Поэтому я говорю, что Венера — это раскаленный ад. И вот совсем маленькое крошечное давление на Марсе. Марс, в общем-то, потерял свою атмосферу. И я, вот когда мы говорим о его колонизации, о полетах на Марс, надо это иметь в виду, у него очень разреженная атмосфера. Ну, орбита Марса — это примерно полторы астрономических единиц от Земли, то есть он в полтора раза находится, чем Земля. Но в отличие от земной орбиты, его орбита очень вытянута. Видите, у него экстрасистент почти 10%, поэтому у него ближняя часть орбиты и дальняя часть орбиты довольно сильно на примерно 0,4 астрономических единиц отличается. Поэтому на Марсе очень сильные сезоны. Там зима, лето очень сильно отличаются. Вот. Да, марсианский день. Вот Марс вращается почти с такой же скоростью, в ту же скоростью, в ту же сторону, что Земля, ну, как большинство планет в Солнечной системе, кроме Венеры. И марсианский день, он составляет 24 часа 39 минут земных суток. Поэтому, если вы будете смотреть какие-то фильмы про Марс, ну, например, известный фильм «Марсиане», наверное, многие видели, там марсианский день называется «Сол». То есть «Сол» — это вот чуть-чуть больше, чем земной день. Что еще важно, что орбита Марса, так же, как земная, здесь вот, кстати, эти цифры, это для земной орбиты, это Земли наклонение оси вращения плоскости орбиты, это 23 градуса, у Барса — 25. Поэтому на Марсе очень сильные сезоны, так же, вот как у нас, зима-лето сильно отличается, но к Марсу еще прибавляется то, что у него и орбита вытянута. Поэтому, если зима попадает вот на, когда Марс находится в Афелии, он дальше от Солнца, и гораздо меньше излучения, поэтому та зима, которая приходится на такие периоды, она совсем холодная. Ну, иногда, конечно, на Марсе бывает и не очень маленькая температура, приличная температура, иногда даже бывает жидкая вода. Вот, что еще важно знать, когда мы говорим о Марсе, вот как раз сегодня я приехал в совещание, где мы обсуждали вот прибор, который, такой, Дольников у нас его ведет, значит, это прибор для изучения пыли на Марсе. На Марсе, ну, как, кстати, на Луне очень важное значение играет пыль. Там легкая атмосфера, но очень легкая атмосфера, но очень сильные ветры, поэтому даже с Земли иногда видны вот такие бурные, такие полевые столбы, их называют полевыми дьяволами. Если, опять-таки, кто-то из вас смотрел фильм «Марсианин», я думал, кто-то возьмите руки, кто видел, я думаю, буду на него почти все видели. Вы помните, что вся трагедия там началась с того, что Марс попал в полевую бурю. Вот, не Марс, а корабль космический попал в полевую бурю, она там все разнесла. К сожалению, тут противоречие, потому что полевые бури возникают, когда в те дни, в те периоды, когда Марс находится вблизи Периофели, грубо говоря, когда там тепло, буря сильнее, то есть как бы хочется полететь, чтобы было потеплее, но можно попасть в бурю. Ну и у Марса есть два спутника, маленьких спутников, Фобос и Деймос. Мы давно на них, так сказать, в Советском Союзе, в России, тощим зубы, пытаемся на них сесть, но пока не получалось. Фобос — это страх, Деймос — это ужас, и поэтому мне очень нравится, когда, это очень популярное слово, хорошо, шоколадка там, детская, называется Марс, ну ладно, но когда детский сад называется Фобос, я представляю, что там везде, сейчас вы увидите, там центр погоды Фобос, в общем, никто не понимает, что это знать, но Марс — бог войны, и у него два спутника, Фобос и Деймос. Открыты они были тоже в конце 19 века. Ну вот, что-то такое я сделал. Вот эти спутники Марса, я их еще раз покажу. Одних идет большой спор, это очень интересные спутники, потому что идет спор, что это они образовались вместе с Марсом, или это захваченные астероиды. Я в конце покажу, что мы все-таки в России все-таки планируем когда-то в будущем экспедицию, надеюсь, которая будет успешной, вот для достатки грунта вещества вот с Фобоса, что у нас пока не получалось. Вот эта таблица такая, больше я вас не буду мучить всякими справочными данными, но здесь все внутренние планеты Солнечной системы изложены, но расстояние я уже рассказывал, массу я рассказывал, вот из чего состоят атмосферы. Ну, наша Земля, в основном, вы знаете, состоит атмосфера из азота, но есть, слава Богу, достаточно много кислорода, есть, не слава Богу, достаточно много и все больше углекислого газа, есть водяной пар в атмосфере. У Марса и у Венеры это в основном углекислый газ. Атмосфера состоит в основном углекислого газа, но есть небольшое количество водяного пара, вот которые очень важны, и небольшое количество водяного пара. Давление, вот я уже говорил, у Венеры давление в 100 раз больше, чем на Земле, вот здесь единица у Марса в 150 раз меньше. Ну и температуры, вот средние, которые при этом получаются, на Венере, я уже упоминал, она очень большая за счет парникового эффекта, но я сегодня об этом не планировал рассказывать, видите, 500 градусов прибавляет. На Земле немножко тоже парниковый эффект прибавляет, 40 градусов, и слава Богу, что нам бы мы не мерзнем, благодаря ему, он есть парниковый эффект, но не надо, чтобы он был больше, чтобы вот из этой строчки мы не перешли в эту. Поэтому вот идет борьба за киотский протокол, борьба с парниковыми газами, и вот анализ Солнечной системы, планет Солнечной системы, их атмосфер здесь очень поучителен, потому что тут как бы три разных сценария. У Земли, Марса и Венеры. Ну, у Марса, поскольку атмосфера очень слабая, парниковый эффект тоже совсем слабый, он реально не помогает. Ну, очень важную роль в исследованиях Марса сыграл такой известный астроном, вы наверняка встречались с вами, Джованни Вирджиус, Дениус Киапарелли. Вот, он, как быть, нам не чужой человек, он долго работал в Пулковской обсерватории, был членом Петербургской академии наук, и он, в общем, наверное, первым, уже появились тогда в это время мощные телескопы, он увидел так называемые марсианские каналы. Но тут идет такой спор, потому что потом, когда Скиапарелли упрекают, что он тут придумал то, чего нет, на самом деле он это не придумал. Он был итальянец, он назвал их канали. Канали по-итальянски имеется в виду не обязательно канал, это просто какая-то протока, ну, там, дорожка такая, то есть она имеет другое слово, чем английское channel. Поэтому его, как бы, многие приняли желаемое за действительное и стали говорить, вот тут эта картинка Скиапарелли, что на Марсе есть сеть каналов, мощные, как бы сделаны, прокопанные для марсианами, чтобы здесь вот центральные обезвоженные области Марса с полюсов, где уже тогда видели, что есть полярные шапки, но так же, как на Земле есть какая-то, наверное, вода, чтобы по этим каналам вода могла поступать к экватору. Ну, выяснилось потом, что все это такая оптическая иллюзия, но Скиапарелли уже как бы от этого отрекся, но возник другое стороном. Бернат Ловел, известный очень человек в Америке, вот в конце 19 века, он вот эту идею обитаемости Марса раздул до небывалых размеров, и он, в общем-то, вот он подвиг Уэллса написать знаменитую книжку «Война миров», ну и дальше начался вот тот ажиотаж вокруг Марса, марсиан, который как бы до сих пор в художественной литературе существует, он как бы это живет своей жизнью. Ну вот это кадры из фильма «Марсианин», кстати, неплохого, его консультировал вот мой знакомый, мой хороший коллега там профессор Джим Грин, который руководит планетной программой НАСА, там почти все правильно, кроме одного, о чем я скажу в конце, вот «Война миров», вот «Ужасные марсиане», все это существует, вот в литературе Марс очень был популярен, вот Константин Бальмонт, вот я, там много стихотворений, я, естественно, у меня не собран, вас не буду ими мучить, вот «Звезда зловещая во мраке, печальных лет моей страны, ты в небесах чертила знаки страдания крови войны», то есть Марс все время ассоциировался с чем-то плохим, но все, наверное, знают эту книгу, а элита, вот после революции, значит, наконец появился некий оптимизм в исследованиях Марса, была написана Алексеем Толстым книга «Элита», и тут главный пафос был, что два, так сказать, два, два, как бы, посланца Земли прилетели на Марс и устроили там революцию, в общем, в итоге там все разнесли, сломали, и кончилось плохо, и элита, ради которой все это делалось, погибла, все такой печальный конец, вот, ну вот моя любимая книжка, «Элита» и «Брэдбери», «Марсианские хроники», наверное, тоже ее многие читали, но она другая, это такая лирическая, фантастическая книжка, вот я очень горжусь, что ни разу в жизни не встречаясь Брэдбери, даже в то время, вообще за границу меня не выпускали, я вот сумел получить на этой книге его автограф, он мне ее прислал, вот, интересно, значит, вот я вот все такую энциклопедию заблуждений приведу, она тоже достаточно интересна, вот возникла такая наука астроботаника, потому что я говорил о сезонах на Марсе, и Марс, ну, в разные периоды менял свет, и вот Гавриил Андрианович Тихов, академик, он, значит, предложил, предложил, что это связано с растительностью, что растения приспосабливаются к условиям Марса, так же, как на Земле, есть там весна, осень, растения меняют свет, нет, и вот я признаю, что когда вот я поступал в пионеры, и меня спросил учитель, за кем ты хочешь быть, я сказал, что я хочу быть астроботаником, что это, казалось, та самая интересная наука, но все это, конечно, оказалось ерундой, вы видели Марс, это еще одно такое интересное заблуждение, растительности на поверхности Марса нет, но может быть, есть код поверхности, к этому я сейчас буду вести, но в нашей стране, конечно, вот Марс, как такая красная революционная планета, он, конечно, вызывал особый интерес у наших отцов-основателей нашей космической техники, была, здесь, кстати, недалеко она, на Садово-Спасской находилась такая, создана была ГИРТ, группа изучения реактивного движения, ее иногда называли группой инженеров работающих Даров, там тоже можно было ее расшифровать, ее основателем был Фридрих Артур Цандер, его сподвижники были, ну, и один из главных из них был Сергей Павлович Королев, он работал в ГИРДе, но потом, вы знаете его историю, он был арестован, прежде чем он стал, в общем, действительно главным конструктором ракетной техники, он прошел через это, и Марс все время был его, вот у них висел в ГИРДе такой лозунг «Вперед на Марс», то есть это было некое знамя, они еще тогда, может быть, не понимали, насколько это сложно, но я вот уверен, что если бы Сергей Павлович не умер в 66-м году, а остался жив, то советские астронавты, может быть, не первыми, но вторыми бы обязательно побывали на Луне, с Марсом там сложнее из-за радиации, но на Луне мы бы побывали, и вот это была действительно мечта Королева, «Марсианский проект», есть такая книга, «Марсианский проект Королева», у него было все очень детально разработано на много лет вперед, это такая программа, ну, которую сейчас там как-то пытаются осуществить, и думают о ней, но пилотируемая программа, конечно, она намного-намного сложнее роботов. А вот, что касается роботов, значит, я уже начал говорить, что Марс всегда привлекал вот внимание ученых, но здесь, как вы видите, вот здесь что показано, здесь по верхней оси это точки, это американские проекты, нижние оси это советские проекты, российские проекты и проекты других стран, Европы, Китая, Индии теперь тоже, вот красные, это успешные, успешные экспедиции, синие, здесь тоже это успешные, а черные, это провалы. Первым, на самом деле, на Марс сел, но, правда, совсем недолго проработал, советский космический аппарат, Марс-2, Марс-2, вот есть такая у нас, такой приоритет, но он сел плохо, разбился, и мы, конечно, такого настоящего приоритета здесь не имеем. Ну и у американцев тоже, вы видите, сколько черных точек, сколько черных точек в их программе. И вот интересно же, вы видите, была такая первая волна интереса к Марсу, и вот сейчас началась такая вторая волна, уже где-то с начала 90-х годов, когда снова все начали планировать полеты на Марс. Здесь наша страна сделала довольно много, тут есть на то же, чем гордиться, но нас тоже, конечно, преследовали неудачи. Вот если посмотреть вот советскую и российскую программу исследований Марса, вот про Марс-1 я говорил, Марс-2, Марс-3, первые спутники Марса дали интересные открытия, Марс-5 был очень хороший проект, но я уже в это время так чуть-чуть уже был студентом, видел его, и вот была программа ФОБОС, первая наша программа, а потом уже это последний, такой крупный проект советского времени, но потом нас стали преследовать неудачи, два, две экспедиции Марса, у нас окончили, короче, не улетели к Марсу, из-за аварии ракеты попали в Тихий океан. Вот, ну вот просто, что здесь интересно было на этих ранних, на ранних миссиях, здесь, собственно, всех интересовал вопросом, почему в Марсе такая жидкая атмосфера, куда она девалась, и вот этот эксперимент, он как раз показал, этот, космический аппарат пролетел через хвост Марса, и он увидел потоки марсианской, частиц марсианской атмосферы, которые куда-то уносится, но вы знаете, что от Солнца течет постоянный поток плазмы, который называется солнечным ветром, и он напрямую взаимодействует с атмосферой Марса, и он как бы уносит. И вот на этом графике видно, что чем больше поток солнечного ветра, тем больше вещества он уносит. Он как река, так сказать, подбирает такие частицы, которые в нее попадают и уносят. Поэтому это одна из причин, почему Марс потерял свою атмосферу. Следующий проект, ФОБОС, он был, я уже показывал, 89-го года, я уже немножко им занимался, у него он тоже был посвящен много чего интересного сделал, но тоже он занимался исследованием, в частности, он исследовал, конечно, сам ФОБОС, должен был сесть на ФОБОС, но это тоже не получилось тогда, должен был, как говорится, префобоситься. Но он тоже получил интересные результаты о потерях марсианской атмосферы. из-за чего это происходит? Вот я вам показывал этот график, это вот давление венерианской, земной и марсианской атмосферы. Что, в чем здесь дело? Оказалось, что, вот, интересно, когда первые космические аппараты летали вокруг Марса, ну, у Земли сильные, хорошие, слава Богу, довольно мощные магнитные поля, которые нас от очень многих неприятностей защищают. Ну, на деле думали, что у Марса тоже будет магнитное поле. А магнитное поле, оно останавливает поток солнечного ветра и не дает ему, как бы, напрямую взаимодействие с атмосферой. В Земле это на расстоянии 100 тысяч километров. А у Марса такого не увидели. Увидели, опять-таки, унос потоков вещества, ионов кислорода, углекислого газа. И вот здесь это показано, что частицы солнечного ветра постоянно, текущие, они могут быть чуть-чуть меньше, чуть больше, такой разреженный поток. Они сталкиваются с атмосферой Марса, вот она показывается голубим, и сносят ее. А все это происходит из-за того, что Марс не сберег свое магнитное поле. Не сберег поле. Чего он не сберег? Магнитное поле создается, вы знаете, токами, которые текут внутри ядра планеты. Вот на Земле это магнитное поле имеет примерно на поверхности пол Гаусса, на Юпитере в 10 раз больше, на Меркурии нехорошее поле, а вот на Венере и Марсе поля практически нет. Марс слишком маленький, он быстро остыл, и вот эти жидкие токи, которые текут в его ядре, они как бы затухли, потому что нужно какое-то жидкое ядро, чтобы было движение токов. Марс потерял свое магнитное поле, он, видите, здесь остыл, недра его маленькие. Это опять-таки виноват во всем Юпитер, потому что он отъел много вещества, Марс, и Марс получился таким немножко недоразвитым по размеру, и он не смог свое магнитное поле сохранить, а дальше начался такой плохой процесс, потеряв магнитное поле, он стал терять атмосферу. Ну, сейчас вот здесь показано, на самом деле все-таки небольшое магнитное поле есть, но это не поле, связанное с токами, которые текут внутри Марса. Это такое, ну, как бы, вот, как магнит, вы намагничиваете железку, и она держит магнитное поле, такой феромагнит, феромагнитное железное включение, магнитное включение, вот, в основном, они в южном полушарии Марса, они сохранили такую остаточную намагниченность еще вот с тех далеких времен, миллиарды лет назад, но это особо Марсу не помогает сберечь свою атмосферу. Вот я снова показываю эту картинку каналов на Марсе Скеппорелли, и вот примерно вот на той точке, которую сейчас я показал, мы вот где-то в конце 90-х годов закончили Марс, поняли, значит, что атмосфера слабая, жидкая, в общем, ничего такого особенного на нем нет, но как бы наука развивалась дальше, и вот если взглянуть на эту картинку, выяснится, что в Скеппорелли был не так и неправ. Вот если вы посмотрите на хорошим временным разрешением, что уже со спутника было снято с орбитой, вы увидите, что это снято вблизи экватора, вот то, что называется марсианским летом, вы увидите такие ручейки текут из-под поверхности, они быстро замерзают, испаряются, и поэтому в отличие от земных ручьев, которые как бы расширяются книзу, эти расширяются, сужаются книзу, но вот иногда на Марсе даже есть свидетельство жидкой воды, это связано вот со свойствами воды, с ее тройной точкой, то есть вот впервые увидели, что на Марсе есть вода, это сразу, конечно, повернуло вектор интереса, что если есть вода, там много чего еще интересного может быть. Вот один из таких первых космических экспериментов, это был американский спутник Марс-Одиссей, он запущен был, по-моему, в 2002 году, в 2001 году, в 2002 году, и там стояло несколько приборов, исследующие, гамма-излучение от Марса, нейтронное излучение, в том числе стоял прибор Хэнд, который в нашем институте сделал лабораторию Митрофанова, и в чем здесь дело, почему с помощью вот этих приборов можно было мониторировать под поверхностный слой. На Марс постоянно, у него нет магнитного поля, падают частицы заряженные, которые называются космическими лучами. Они приходят от Солнца, они приходят от сверхновых звезд, из других галактик, постоянно такой поток есть. Они проникают, не очень глубоко, к сожалению, на глубину полтора, иногда два метра проникают. Здесь происходит ядерная реакция, частицы громадных энергий. Появляются нейтроны, разных энергий. Нейтроны пытаются выйти наружу, вот здесь показано. Когда они выходят наружу, если здесь есть атомы водорода, которые входят в состав воды, то у нейтроны атомы водорода одинаковая масса, и вы знаете, что шары одинаковой массы, они наиболее эффективно взаимодействуют друг с другом. Поэтому, если где-то есть здесь такое падение нейтронного потока, а это постоянно идет космические лучи, облучают это. Если ответный поток где-то падает, значит, здесь под поверхностью в этом слое может быть водяной лед. И вот действительно вот эта карта, которая построила этот прибор HAND, после этого и другие приборы похожие карты строили по гамма-излучению, увидели, что под поверхностью это монитор не самой поверхности, не 10 метров, а той глубины, на которую проникает космический луч, это полтора-два метра, но это уже тоже много, как мы иначе залезем. Есть запасы, вот здесь большое падение этого потока, и это значит, что здесь содержится под поверхностью, ну, не жидкая вода, конечно, а водяной лед. Это есть область, эти области на полюсах, это более-менее понятно, но есть области на экваторе, тоже интересная проблема, почему она возникла. Вот, ну, сейчас эти эксперименты продолжаются, вот, как бы, ездит по Марсу такой мощный, размером с такой большой джип, ровер американский Curiosity, ну, на нем стоит, продолжаются вот эти эксперименты, вот, группы, которые в нашем институте работают, только они уже, как бы, не пассивно космическими лучами облучают грунт, а активно там стоит такой генератор нейтронов, и смотрят, смотрят реакцию поверхности. Этот ровер ездит, и вот, как бы, здесь вот прибор, и вот здесь показано, вот, по траектории его движения, как, ну, видите, здесь очень, очень все изменчиво, как по траектории движения, под поверхностью, опять-таки, это глубины, порядка метра, меняется состав воды, ну, в общем, несколько процентов тут есть. Ну, конечно, его старались сажать в тех местах, где предыдущие эксперименты показывали возможность существования воды. ну, следующий этап, вот, в изучении Марса был связан, вот, с европейским проектом Mars Express. Ну, я уже упоминал, что наш проект, вот, в 96-м году утонул, и наши коллеги, которые тоже, из Европы, в основном, которые, которые, приборы которых стояли, и наши там стояли, ну, они, короче, пригласили наших специалистов участвовать уже в их проекте, мы свой проект повторить не смогли. И несколько приборов стояло на этом аппарате Mars Express, и они сделали тоже очень интересные, получили очень интересные данные, как раз связанные вот с темой нашего доклада о поисках воды и жизни. Вот, это марсианские шапки, они исследовали марсианские шапки, я уже о них говорил. Ну, понятно, что это, там под поверхностью водяной лед, но что сверху, потому что лед, а сверху оказывается углекислота, потому что, я говорил, что основное содержание атмосферы Марса это углекислота, а углекислота при низких температурах превращается в лед, но, не знаю, как сейчас, раньше, когда покупали мороженое, у этих мороженец в ящиках лежали такие бруски, которые сухой лед, чтобы мороженое не растаяло. Вот, примерно то же самое, вот, осаживается на полярных областях Марса, поэтому сверху, внизу лежат слои, здесь в полярной шапке оказались такими слоистыми, и сверху, значит, слой углекислого льда, льда связанного с углекислым газом, снизу водяной. Ну, вот, давайте на этот график посмотрим. Я, это полезно, это такая важная часть из физики, здесь график, такая температура и давление, и, ну, и фазовая диаграмма воды. У воды есть такая тройная точка. Почему, вот, на Марсе, при таких низких температурах, как я, мы говорили, здесь температура, минус 50 градусов, все-таки, минус 40 градусов, все равно может быть жидкая вода, которую я показывал, потому что там очень низкое давление. Вот у воды есть тройная точка, когда при низких температурах она может сразу перейти из твердого состояния в газообразное. И вот если здесь опять-таки сравнить, вот, на этом графике, вот, на этом графике очень удобно показать траектории планет, развитие атмосфер планет. На Венере вся, вся атмосфера, в общем, испарилась, весь, вся вода жидкая испарилась, ушла в атмосферу и стала громадным парниковым газом, то есть при таких высоких температурах вода может стоять только в виде пара. Вода — это очень хороший парниковый газ. У Марса, у Марса наоборот, вся вода замерзла и куда-то девалась. Вот сейчас мы будем обсуждать, куда. А у Земли, вот нам повезло, тут есть у нас и вода в атмосфере, и вода в океанах, и вот сейчас мы видим и лед, и снег, то есть вот такие условия нам, так сказать, природа создала, что вода существует во всех трех формах. Ни у Венеры, ни у Марса, ни у Венеры, ни у Марса нет. И это вот тоже странно, потому что когда планеты земной группы создавались, они создавались из таких осколков протопланетной туманности, которые называются планеты Земали, они примерно одинаковые были, потому что на масштабах Солнечной системы эти расстояния между Землей, Марсом и Венерой, они очень близки. У них был очень похожий состав. А дальше вот каждая из них пошла своим путем. У Венеры, поскольку она была ближе Солнца, лишнего тепла хватило на то, чтобы все испарить. И вот взгляните на эту таблицу, она очень интересная. Это Венера, Земля и Марс. Синяя цифра это то, что сейчас, нет, извините, синяя цифра это то, что было, когда все формировалось, наша Солнечная система, 4 миллиарда лет назад. А красная это то, что осталось сегодня. Ну, у Венеры примерно весь углекислый газ был и остался, а зато воду она, видите, почти все потеряла. Было достаточно много воды. Ну, нас интересует Марс. на Марсе тоже у него была хорошая плотная атмосфера. Видите, 16 барр. Это 16 раз больше, чем на Земле сейчас. На Земле тогда 100 было. Молодая Земля была таким жутковатым тоже местом. А Марс это потерял, это потерял, а 10 минус 4 здесь осталось и, в общем-то, почти потерял всю воду. Все, вода или замерзла, или испарилась, или ушла вечная мерзлота. А вот у Земли, в общем-то, все неплохо. Было очень много углекислого газа. Ранее Земля была, атмосфера была из углекислого газа. Значит, она там глотилась частично в океане, частично в твердых породах. И сейчас у нас углекислого газа не очень много. И воду мы, в общем, видите, почти всю сохранили со времен формирования Земли. То есть, опять-таки, Земля здесь как-то прошла вот по такому лезвию бритвы между марсианским и венерианским путями. Значит, когда-то из этого всего следует, что когда-то Марс был теплым и влажным, когда он образовался. Но тут много свидетельств, тут, извините, тут на это не надо обращать внимания. Вот, был ранний влажный и теплый Марс, и сейчас он стал сухой и холодный. Но иногда климат меняется, я сказал, за счет орбиты, изменения орбиты, изменения солнечных событий. Поэтому на Марсе тоже возникают, нельзя сказать, что он, так сказать, замер в таком замороженном состоянии. И много свидетельств есть о том, что на Марсе раньше было много воды. Это много, это миллиарды лет назад. Вот, оценки показывают, что океан на Марсе достигал высоты 500 метров. конечно, вся эта вода не могла исчезнуть, куда-то она должна была деваться. Ну, я вот, собственно, веду к тому, вы уже, наверное, догадались, что значительная часть воды на Марсе ушла под поверхностью. Иногда мы ее видим. То есть, так же, как у Земли есть водоносные слои, где откуда там добывают бурением, там ставят колонки, добывают воду, что-то похоже, очень-очень-очень возможно, что есть у Марса. Но сверху все равно уже Марс ничего с ним не сделаешь, я боюсь. Марс потерял 40 метров воды, которая у него была, какая-то вода осталась, ушла под поверхность. Была такая катастрофа у него, но он все-таки что-то сумел сохранить, и это внушает надежды и интерес. Суммировать эту часть, которую я говорил, воды под поверхностью на Марсе достаточно много. Оценки показывают, что если это и те измерения, которые я был, и запасы, которые были в полярных шапках, и нейтронные данные, что если вся эта вода растает, никогда не произойдет, то примерно 30 метров такого водяного слоя Марс покроется, даже сейчас. Большая часть воды находится под поверхностью. И вот в этот момент, когда стало ясно, что на Марсе много воды, пришло еще одно открытие. На Марсе был обнаружен метан. А что такое метан, вы все в таком бытовом плане знаете. Это газ такой малоприятный на запах, зато полезный, он горит и связан как-то, он и бывает с брожением, с гниением, в общем, не единственная причина, с какой-то такой квази-биологической активностью. Что? Вот. Значит, ну здесь можно, что здесь немножко уже время поджимает. Как эти измерения ведут у всех газов, просто чтобы вам интересно может быть, у всех газов есть какие-то линии поглощения, и есть они характерные линии поглощения у метана. Все они находятся в инфракрасной области спектра, невидимые, не в ультрафиолетовые, в инфракрасной. Кто мне скажет, какая длина видимого света, которую мы сейчас видим? Кто помнит? Что? Ну, полмикрона примерно, сотнанометров. Полмикрона. А здесь несколько, десятки микрон, единицы микрон длины волн. Поэтому приборы надо строить, которые это измерят. Они должны вот в таком инфракрасном диапазоне работать. Они были зарегистрированы разными и на Земле, и на земных телескопах. И здесь много возникает загадок, потому что, попробую, может быть, на этом слайде объяснить, но это вот такие картинки, это вот такая научная картинка совсем, как этот метан распределен. То есть, можно было бы ожидать, вот как сначала думали, что это какой-то метан, который остался вот от той старой биологической активности. Ясно, что когда-то на Марсе было много воды, может быть, какая-то примитивная жизнь была, она выбросила метан в атмосферу, и вот он остался. Тогда бы он за эти миллиарды лет бы он размешался, но видно, что это не так. Он очень неоднороден, вы видите, такие пятна его есть, и среди различных возможных источников метана, их много, то есть, я, мы все, те, кто этим занимается, хотят надеяться, что это какая-то биологическая активность, но есть, конечно, какие-то еще запасные способы это объяснить, но они гораздо менее вероятны. Вот микробы дают метан, метан как-то прорывается через какие-то щели на поверхности, вот дальше прорывается в атмосферу, мы его видим. Но у Солнца есть ультрафиолетовое излучение, есть тот же солнечный ветер, и метан быстро разлагается, вот в чем суть метан, его и так не очень много, за 300-500 лет вот тот метан, который есть, он разложился бы, то есть это не может быть древний метан, этот метан производится сейчас, восстанавливается, и вот оценки показывают, что где-то несколько тысяч тонн метана в год может выбрасываться, причем очень важно, что это происходит неравномерно, иногда бывает, когда вы производите это измерение, иногда вы видите очень сильные, очень сильные такие выбросы метана, что как будто там чуть ли не 40 тысяч тонн метана выброшены одновременно, потом это пропадает, то есть в среднем получается вот примерно несколько тысяч тонн, откуда это все берется, это непонятно, ну вот одна из наиболее таких что ли популярных теорий, ну она наиболее популярна, это не значит, что она единственная и правильная, это что это связано с жизнью, конечно жизнь на Марсе начали искать самых первых полетов, вот есть такой Карл Саган, по-моему его книжка здесь продается в магазине маленькая голубая точка про Землю, замечательный американский астроном, популяризатор, он был таким основателем программы Викинг, поиска всяких таких органических молекул на Марсе, ну в первое время, но они ничего не нашли, естественно, что они искали на поверхности, вот эта идея, что надо искать под поверхностью, им не, им они не догадывались, ну какие-то следы вот жизнедеятельности, строматолиты, это такие следы, ну типа таких, что ли, кожурок, каких-то скелетиков, какой-то деятельности бактерий, что-то иногда находят, вот кириосити нашел на поверхности Марса, плюс метан, то есть какие-то косвенные следы на то, что какая-то примитивная жизнь на Марсе существует, или не миллиарды лет назад, а недавно, или сейчас, они, они, они есть, но есть проблема, потому что я уже говорил о космических лучах, и они очень сильно стерилизуют всю поверхность, поверхностный слой Марса, вот попадают постоянно космические лучи, они идут, как я уже поговорил, под поверхность, взаимодействуют с частицами, но они одновременно стерилизуют Марс, они убивают всякие, какая-то, какая-то жизнь на поверхности Марса не может существовать, из-за того, что, во-первых, есть ультрафиолетовое излучение, ультрафиолетовое излучение, ну вы, наверное, знаете, такие лампы для дебактеризации, в поликлиниках делают такие ультрафиолетовые, они убивают бактерии, то есть поверхность Марса, и вы это видели, она очень негостеприимна, вот, поверхность Марса стерилизована, вот, наш коллега из физико-технического института, вот он собрал целую таблицу аргументов, какие факторы дают стерилизацию Марса, и отсюда, в общем-то, следует, это ультрафиолетовое излучение, радиация в сто раз выше на Земле, в общем, на поверхности мы ничего не найдем, и поэтому попытки Викинга, они были бесполезны, но, значит, надо искать глубже, и вот, следующий штурм, штурм Марса, вот он начался совсем недавно, вот, в этом уже веке, вы видите, это уже конец той таблицы, что я показывал, здесь целая серия проектов, здесь есть американские проекты, вот, проект Марс-Одиссей, он уже старый, вот я про него говорил, но вот есть и новый проект, о котором я буду говорить, российско-европейский, есть и американский проект Мавин, есть и китайский проект, то есть, вы видите, сейчас начинается такая большая атака на Марс, потому что все, что я рассказываю, все действительно интересно, и сулит, в общем-то, какие-то великие открытия, найти какие-то следы жизни, это действительно, наверное, самое главное открытие будет, по крайней мере, вот, первой половины 20-го века. И вот, если вот это, такой слайд, который, он на английском, прошу прощения, я его просто из американского доклада взял, вот у них, как бы, весь, все этапы исследования Марса, разлагаются, три этапа главные, вот, первое, поиски воды, вот я вам рассказал, искали воду, нашли, изучать, хоббитабилити, но это возможность жизни, но это, в принципе, вот мы сейчас видим, что что-то может быть под поверхностью, третья, вот программа, которая начинается сейчас, искать следы жизни, и все это, конечно, где-то в асимптотике, подготовка к полету Марса на человеку, и вот на, как бы, на волне вот этих открытий возникла вот наша российско-европейская программа Экзомарс, она так, Экзомарс, это вот, она так, Экзо, это в смысле, это следы внеземной жизни, вот, ее тут, у ее истоков стоял вот руководитель нашего космического агентства Владимир Поповкин, к сожалению, он скончался, и руководитель европейского агентства Дардена, вот они как-то ее начали, мы очень быстро включились в нее, и создали, вот проект Экзомарс, который уже начал работать, но главная задача, я не буду все читать, здесь понятно, мы хотим исследовать атмосферу, и главное исследовать такие газы, вот которые не характеристические называются, но это прежде всего метан, а сам первый этап проекта называется, первый космический аппарат, он так и называется, Trace Gas Orbiter, Trace, это вот такие характеристические газы, которые могут нам сказать, это метан, это озон, это, конечно, вода, это тяжелая вода, всякие другие соединения, и, ну, конечно, есть и другие задачи, исследования внутреннего строения Марса, но главная задача, вот я ее выделил жирным, это вот это, как эта программа устроена, я тут немножко успею еще рассказать, я, Фаин Борисович, обещал больше часа вас не мучить, значит, она состоит из двух этапов, первый этап начался 14 марта 16-го года, по космодрому Байконур был запущен аппарат, вот он как раз назывался Trace Gas Orbiter, а вторая часть программы начнется в 20-м году, начнется в 20-м году, вот мы сейчас, весь наш институт бурно работает над изготовлением прибора, вот наши партнеры Венпо Лавочкина работают над изготовлением посадочной платформы, и европейские коллеги работают над изготовлением ровера, вот про который я сейчас немножко расскажу, и, конечно, в центре вот поиски метана, поиски исследования того, что может быть под поверхностью, вот, значит, первый проект, он ExoMars 2016, это орбитальный аппарат, в нем стоят несколько приборов, в основном такие массоспектрометры, фотокамера, ну, стоят приборы для исследования, в общем, атмосферы Марса и нейтронных потоков для того, чтобы уточнить. И вторая часть, это ExoMars 2020, который вот через два года уже должен быть запущен, он состоит из ровера, такого, который называется PASTER, и посадочной платформы, которую этот ровер должна привезти, которую делают вот в Венпо Лавочкина, на котором стоит 40 килограмм приборов, которую делают вот у нас в институте, ну, в основном у нас в институте, но и некоторых других, вот, ну, я, российские приборы, они, вот я немножко покажу, два слова про них скажу, но они предназначены для гораздо более тонкого, чувствительного изучения вот этих линий поглощения метана и других газов, для этого нужно создать очень хорошим, со спектральным разрешением приборы, вот новые такие методы спектрального разрешения были созданы, вот, и видите, вот, вот эта видимая длина, вот я говорил полмикрона, вот приборы работают в ближнем инфракрасном диапазоне, в дальнем инфракрасном диапазоне, это вот примерно длинный волн, там, ну, в 10-20 раз больше, чем длинный волн, видимые, но в этих именно корольных, в длинных волнах находится, в инфракрасном диапазоне находится линия поглощения всех этих газов, вот так природа устроена, и поэтому приходится это делать. Прибор этот может работать, он может смотреть вниз, а может смотреть, очень хороший способ, это называется оккультация, вот летит, вот это вот солнце, вот летит спутник, вот это солнце, летит спутник, солнце, извините, вот тут, это Марс, и когда спутник, как бы заходит за горизонт, он видит, как лучи солнца проходят через атмосферу, вот это короткий очень период, потом начнется тень, а сначала мы просто видим солнце, вот момент, когда солнце еще перед тем, как уж уйти в тень, просвечивает атмосферу, в этот момент можно поймать, как солнечное излучение, в каких линиях, в каких частях диапазонах спектра ослабляется, проходя через атмосферу, потому что само спектр солнечного излучения мы, конечно, очень хорошо знаем. Ну и второй прибор, он продолжает исследование нейтронов, я уже вам про него рассказывал, только он будет работать с гораздо более лучшим разрешением, поскольку здесь будет стоять коллиматор, если раньше вот такое пятно, которое было вот на той карте, которое я показывал, нейтронных потоков, его как бы пиксель состоял несколько сотен километров, сейчас будет там 30-40 километров, это в 10 раз чувствительность будет улучшена, и мы сможем гораздо точнее определять вот эти районы, где под поверхностью может быть вода. Вот это запуск 14 марта 2016 года с Байконура, ну тут это обычный запуск, в общем, для тех, кто пережил вот эти трагедии, два предыдущих российских запуска оказались в Тихом океане, это был, конечно, безумно нервный момент, но все прошло блестяще, наши ракетчики тут сработали отлично, вывели космический аппарат на орбиту очень точно, так что даже потом не пришлось делать коррекции. В октябре он вышел на орбиту около Марса, и что происходит сейчас? Ну, чтобы сэкономить топливо, вот он вышел, когда он прилетел, он вышел на такую дальнюю эллиптическую орбиту, и вот с октября 2016 года, вот буквально до, вот почти вот до этих дней, аппарат крутится, он, пролетая через атмосферу, немножко тормозится, и так вот по такой спирали вот за эти полтора года он снизился, и вот он выйдет сейчас на рабочую орбиту, уже совсем скоро, который окажется зеленый. Это называется аэробрейкин, воздушное торможение. Вот как это теоретическая модель, а красная, как это происходило, вы видите, вот мы должны до этой точки дойти, совсем мало осталось букв. И тогда, значит, начнут поступать данные, потому что пока аппарат далеко, большинство приборов не работает, кроме одного. Мы, вот я много говорил про радиацию, один из приборов, который меряет радиацию, он может работать везде, и в межпланетной среде, потому что радиация, и всюду космические лучи. Вот он же, это болгарский прибор, наших коллег болгарских, вот стоит тоже на борту, он меряет радиацию, что поможет нам понять, какие в итоге опасности полета человека к Марсу, потому что доза радиации здесь в открытом космосе очень велики и очень опасны. Вот, и я уже приближаюсь к концу, и вот этот вот новый наш проект, над которым мы работаем, я не буду про него много говорить, чтобы не сглазить. Вот, это российская платформа, которая должна сесть на Марс. Ну, тут тоже очень много проблем. Я сказал, на Марсе очень разреженная атмосфера, и обычно при посадке используются парашюты. Конечно, в такой разреженной атмосфере сажать аппарат на парашюре трудно, должен быть большой парашют очень. Поэтому там даже такие хитрости прибегают. Если вы будете сажать аппарат не на гору, а в низменность, там как бы слой атмосферы будет потолще, и вы вот на этом небольшом расстоянии, на 500-600 метров, тоже много можете выиграть. Поэтому мы сейчас выбираем места для посадки, такие, которые в низинах находятся, чтобы облегчить условия посадки. Вот так это все будет выглядеть. Вот наша платформа, вот европейский ровер, вот таким пандусом он съедет, и, в общем, начнет самостоятельную работу. Вот здесь у каждого из элементов своя задача. Ну, они, конечно, мы вместе будем работать с европейскими коллегами, но он не очень далеко уедет, он уедет на несколько километров. И информация из нашей платформы, из этого ровера будет передаваться вот через этот спутник, который в 16-м году был запущен, и который там долго будет еще находиться на орбите Марса. Здесь много интересных задач есть, но, конечно, главная задача, которая здесь стоит, это вот ровер. Вот вы видите тут такой журнал астробиологии, вот так он и посвящен, называется экзомарсовский ровер, исследующий глубину. На нем стоит буровая установка, которая будет бурить на полтора-два метра. То есть это то расстояние, где мы уже вот это стерилизующее действие ультрафиолетового излучения, космических лучей не сказывается, где действительно можно найти следы какой-то примитивной, может быть, биологической активности. Это очень важно. Это в первый раз такое бурение будет, потому что вот на американском ровере он в пять раз тяжелее, но на нем этого не было, он так мог только проковырять немножко 10-20 сантиметров, что недостаточно. Кстати, интересно, ну, здесь я пару лет назад я рассказывал, по-моему, Фаин Борисович помнит, про лунную программу нашу. В нашей лунной программе есть такой проект «Луна-27», где мы тоже пригласили европейских коллег, которые разработали эту буровую установку для Марса, ну, чтобы нам не изобретать велосипед, они ее поставляют для нашей лунной миссии. И тоже, значит, с той же задачей посмотреть тоже, что под поверхностью Луны делается. Но там, конечно, немножко другие задачи. Вот. Ну и вот я говорил, где мы думаем сесть, выбираются разные интересные места. Вот запомните это место, Уксия Планом, через два года, через три года, потому что еще год он будет лететь, вот о нем будут говорить. Видите, это такая низина. Вот. Ну, есть запасные, конечно, места посадки. Все это находится вблизи экватора и вблизи тех мест, где по спутниковым данным под поверхностью есть указания на существование воды. Ну, если так суммировать всю нашу программу, вот вы видите ее, здесь как бы несколько этапов. Вот первый этап я о нем рассказал, это два проекта «Экзомарс». Ну, мы думаем о дальнейшем, думаем о полете к Фобосу, проект «Бумеранг», думаем даже о возврате грунта с Марса. Это тоже очень достойная задача, потому что, конечно, по-настоящему исследовать внеземное вещество можно не на спутнике, не на посадочном аппарате, а только в земной лаборатории, потому что там нужны тончайшие затопные соотношения определить. Поэтому задача доставки вещества все равно остается. И мы пропланируем здесь, несмотря на санкции и всякие политические трудности. Мы с нашими коллегами из Европы не очень так, конечно, все всегда идет легко, но мы их очень так, по-моему, вместе хорошо работаем. Ну, вот так будет выглядеть такой проект вот этого аппарата, который в будущем доставит грунт с Фобоса. А вот это более сложный. Это проект возврата грунта с Марса. Здесь как бы Марс все-таки маленький, маленький, я его все время говорил, что он такой недоделанный. На самом деле у него, вы видите, космическая скорость тоже там 5 километров в секунду, чтобы оторваться от него. Поэтому так просто сесть и взлететь всей этой махине, которая будет возвращаться на Землю, просто неэффективно. Поэтому часть аппарата возьмет вещество с Марса, выйдет на орбиту, останется там, перегрузит этот грунт, возвращаемый аппарат, который уже полетит к Земле. Поэтому это будет такая двухэтапная миссия, гораздо более сложная и дорогая. Но по-другому вот с современной ракетной техникой не получается. И, конечно, вот мы думаем, когда мы говорим о жизни, тут есть несколько условий. Это прежде всего условия на температуру, условия на наличие каких-то подповерхностных структур. Вот это называется там по-английски хабитаты такие. Вот мы целимся на исследование этого места вблизи экватора. Кстати, вот почему, тут я все говорил, полюса-полюса, почему экватор? Это тоже очень интересно. Марс, в отличие от Земли, не имеет такого хорошего спутника, как Луна, который стабилизирует его вращение. Поэтому Марс, еще за счет влияния Юпитера, его орбита, его наклонения кувыркались, и были какие-то моменты, когда его ось, ну, как бы вот это место было полюсом когда-то. И поэтому тут остались какие-то следы под поверхностью какого-то какой-то воды, водяного льда, они присыпаны, конечно. Поэтому тут как бы не только на полюсах можно искать, что, конечно, трудно очень, из-за того, очень низкой температуры, но есть область и вблизи экватора, что дает большую гораздо надежду. Ну, вот тут я хотел напомнить вам этот фильм. Те, кто его помнит, те помнят. Ну, вот я пытался вам показать, что за эти все-таки 50 лет мы тут не совсем валяли дурака. Кое-что узнали, но окончательного ответа все равно пока нет. И как бы самое интересное ждет нас впереди. Спасибо за внимание. Ну, и кончу все-таки оптимистически. Ну, я ничего не говорю про пилотируемые полеты на Марс. Мы этим меньше занимаемся. Но если будут вопросы, тоже можно поговорить. Если у кого-то есть вопросы, можете задавать. Леонид Борисович ровно в час уложился. Спасибо за вопрос. У меня два вопроса по воде. Первый вопрос был на слайде... Громче говорить. На слайде было вот то, что на Земле вода сохранилась. Ну, как было 2,8, так и осталось. А также у вас гипотеза, что на воду кометы принесли воду. То есть, как бы первая вода испарилась, и потом кометы принесли воду. Ну, тут вот хороший вопрос задали. Потому что, скажем, до года 2-3 назад я тоже был уверен, что Земля, первичная Земля, она была слишком горячей, вся вода испарилась. Ну, когда я тут говорил, я говорил о более поздний период. Не совсем, когда земля была раскаленная. И вся вода принесена кометами на Землю. Были оценки, что, в принципе, это возможно. Но совсем недавно вот был такой проект розетовый, может быть, слышали, исследование кометы, и они как раз увидели, что у комет, ну, по крайней мере, вот у тех комет, что исследуются, у них другое соотношение дейтерия тяжелой воды к обычной воде. И поэтому вот это мнение, оно сейчас как-то оспаривается, подвергается сомнению. Может быть, не 100%, может быть, 10-15% приписываются кометам. Вот. Ну, ответа пока нет, потому что есть вторая, вторая альтернатива, что все-таки какая-то вода была как-то в минералах, и потом она начала высвобождаться. Ну, тут вот я больше не скажу. И второй вопрос. Ну, вот, вообще, спутник долетел, да, вот наш спутник долетел, на два метра прожили, ну, грунт, да, все нашли воду, и что дальше? Ну, какие дальше? Нет, ну, мы не воду, может быть, хотим найти, мы хотим найти там какие-то следы, там вот специальные, есть приборы, они называются биосигначес, признаки биологических, какие-то тяжелые, сложные органические молекулы, может быть, разрушенные, может быть, какие-то эти следы. Идея в том, что где-то под поверхностью есть вода, это более-менее сейчас установили, и есть метаны, вот мы как-то это связывается, что под поверхностью Марса есть какая-то своя жизнь, может быть, примитивная, биологическая, и мы какие-то ее следы, может быть, сумеем найти. Это какая-то, ну, всегда можно какие-то сложные клинические молекулы отразить. Эти вот приборы, там специальные, очень такие хорошие, современные массоспектрометры стоят, российские и европейские, вот они на это нацелены, чтобы с этой глубины взять образцы и эти измерения сделать. Спасибо. Ну, то есть, как это такая общая картина, у меня вот такую картинку я как-то не нашел, что какие-то есть водоносные слои, там более-более теплые условия, какое-то брожение, ну, вот вы про черные курильщики, наверное, знаете, там жизнь может развиваться в самых таких неприхотливых и странных условиях, поэтому вот что-то интересное там можно найти, откуда-то метан берется, и это не вулканы, на Марсе, ну, одна возможная причина была, потому что метан извергается, выделяется при движении к вулканам, на Марсе сейчас остались только мертвые вулканы, очень высокая гора Олега, там современной активности вулканической нет, поэтому эта причина отвергается, другие причины, это там падение астероидов, ну, в общем, все, если перебрать, то ничего вот не подходит, кроме каких-то, гниение, брожение где-то под поверхностью, то есть так грубо сказать. Спасибо вам за лекцию, у меня такой к вам вопрос по поводу марсианского метеорита. Какого метеорита? Марсианского метеорита, который найден в... У меня он там был на слайде, да, в 1984 году, когда он найден. Марсианский метеорит, там нашлись, окаменелся, на основе бактерий, но между ученым идут разные споры, действительно являются следы марсианского... Совершенно правильно. Я поэтому... У меня он был нарисован, но я не стал про это говорить, потому что там нашли несколько десяток, там, десять, где-то там пальцами можно на двух руках писать, метеоритов, которые по своим свойствам похожи на выбитые из Марса, и они там действительно отличаются. На них какие-то нашлись вот такие следы примитивных каких-то замороженных структур. Идет спор, действительно ли это следы каких-то мертвых бактерий, которые... Это же все миллиарды лет назад, или это, может быть, какие-то загрязнения, которые на Земле, все эти... Все лежало на Земле тоже там миллионы лет, это же долго искали. То есть здесь мнения разделились, но мне хочется верить, что там... Это еще один аргумент в пользу какой-то там примитивной жизни, которая была на Марсе. Но на самом деле там с тем, что когда-то на Марсе была жизнь в то время, откуда этими... Тут каких-то особых спорах нет, потому что на Марсе был океан там, в общем, океан соленый, обильный. Вот вопрос, осталось ли какие-то его там остатки вот этой примитивной жизни до сих пор. А если там насчет метана вопрос, вдруг там еще с тех времен, когда была какая-то более-менее жизнь, когда точно мы знали, что она есть, когда там вода еще на первенстве была? Вдруг там просто остались большие залежи гидрата метана, и он сейчас до сих пор разлагается медленно? Ну, это может быть. Это может быть. То есть, этот метан не мог существовать в атмосфере, он мог выбрасываться. Но метан сам по себе вот он не возникает. На Земле он возникает вот там, где какие-то нефтяносные слои, где нефть образуется. То есть, может быть, это остатки каких-то старых, старых каких-то таких метановых озер. Может быть. Это трудно, эта идея, это трудно отвергать. Но это что-то выбрасывающее, это не то, что как бы существует все время. Есть такая вероятность. А вот Индия запускала какой-то аппарат и нашла воду на Луне, да? Это правда? Да. Ну, воду как бы всюду. Это аппарат называется Кагуя. Простите, Кагуя это японский. Аппарат называется Чандраяна. Это там длинная история. Короче, на Луне тоже нашли воду. Это было как бы еще более удивительно, чем на Марсе. Там было не только Чандраяна, там было и до этого было. После этого наши тоже там приняли участие. Там в полярных областях Луны действительно есть такие тоже под поверхностью, но тем же нейтронным методом это мерили, поэтому это те же там полтора-два метра, другого ничего нет, запасы какого-то водяного льда. Но это подтверждено неким таким дополнительным экспериментом, потому что там можно было по-разному это интерпретировать, эти нейтронные данные. Американцы, у них был двухступенчатый такой носитель, доступительный аппарат, один назывался УКРОС из двух частей. Короче, они один аппарат взяли, затормозили и сбросили на одну из этих потенциальных областей, где есть вода. А второй в это время летел над этим. Там был такой большой выброс вещества, его спектроскопические исследования там тоже нашли напрямую со всем другим методом какие-то водяные линии воды. Но там более удивительно другое, что на Луна и Марс далеко от Солнца, на полярных шапках Меркурия, вот сейчас новый эксперимент, там тоже нашли очень похожее явление на то, что есть на Луне, у полярных шапок. Полярные шапки везде, на всех планетах, и у Марса, и у Земли, и у Меркурия, они везде другие, там какая-то особая жизнь, особая, то есть вода очень распространена и ее находят там даже, где никто никогда не ожидал. Да, интересно, конечно, по поводу воды. Вот, возвращаясь... Что? Интересно, конечно, по поводу воды, не только на Марсе. Вот, возвращаясь к вопросу жизни, высказывались не так давно разные версии по поводу того, что вот жизнь, какая-то жизнь могла сохраниться на Марсе, вот, несмотря на все его катастрофы, упасившие. Погромче говорить это слово. Вот, но мнение разли по поводу где она может сохраниться. То-то, они очень считают, что вот там замороженный во льду, то есть замерзший в воде, другие в этот нас в минералах, вот, это пока версия, что на Марсе еще есть глина. Что? Глина на Марсе. Не слышал. Глина, я говорил, на Марсе есть. Вина, это что такое? Глина. Глина? Да. На Марсе есть глина, я показывал их. Глина, это результат взаимодействия каких-то потоков жидких воды с марсианским веществом. Там есть глина, клеем. Да, вот, вот, что вот это, так сказать, не более приемлемое место, где вот могла жизнь сохраниться, потому что там больше защиты от радиации, но по сравнению с этим, с рыхлогрумным, с песком, и так далее. Вот, что можно сказать? сказать. Ну, я тут не совсем вас услышал, но, насколько я ваш вопрос понял, значит, где могут быть возможные места жизни? Ну, я тут много вам не скажу, тут могут быть разные варианты. Я сейчас больше говорил об одном, такой, жизнь, таких вот подповерностных водоносных слоях. есть, есть, есть варианты, что на полярных шапках какие-то особые условия, ну, сейчас трудно сказать тут, пока, пока, пока это все споры, но вот стерилизующее влияние космических факторов очень сильно, поэтому, в любом случае, чтобы мы не говорили, все равно надо уйти будет на какую-то глубину под поверхностью. Это, кстати, относится и к астронавтам, поэтому, я уже обещал, вот мы, смотри, все тут, я понял, смотрели этот фильм «Марсианин», и там все, так сказать, правдоподобно, кроме того, что вот он там бегает так свободно, там, часами по поверхности Марса, там, картошку выращивает, он очень быстро получит лучевую болезнь, уже возвращаться не надо. На Марсе нет никакой защиты, и человек там вот может находиться вот на тех же глубинах, о которых я говорил, где космические лучи не действуют, но я очень не люблю это слово, это такое бандеровское, в схронах таких под поверхностью, на глубине там где-то полтора-два метра, там уже человек может чувствовать себя безопасно, но что делать, или нет, или можно строить какие-то такие укрытия с материалом на поверхности, но это просто сложнее. Там сейчас, я вот не успел рассказать, там новое исследование, совсем недавно опубликованы, вот наши коллеги из вот, Антолий Иванович Григорьев, это вот директор, научный руководитель института медико-биологических проблем, но один из отцов такой космической медицины, его коллеги из Дубны, они проводили такие опыты на мышах, вот я вижу тут журналистов, которые про это писали, вот, значит, короче, там опыты были такие, там ситуация гораздо хуже, чем мы думали, значит, ну, понятно, что жесткое космическое излучение разрушает некие клетки, возможны мутации, возможна онкология, но это все там, когда-то там, человек прилетит, слетает, летит, и там, и вскоре там заболеет, но мы с мышей, которых облучали примерно похожим потоком, что встретится в пространстве, с ними произошла такая вещь, там взяли две группы мышей, и там был лабиринт, и мыши очень-таки толковые, они быстро учатся, и, короче, вот они замеряли время, которое вот группа мышей, их впускает в лабиринт, а на другом конце лабиринта еда, он такой запутанный, первый раз они там час ходили, второй, сорок, третий, то есть каждым разом они все учились-учились, уже в последних экспериментах они доходили до еды, там, за 5-7 минут, вместо часа, то есть они быстро научились как-то, в этом лабиринт уходить, после того, как их подвергли этому облучению, они все забыли, они ходили и час, и больше часа, но контрольная группа, она-то так же, как и раньше была, то есть похоже, что вот эти частицы радиации влияют быстро, причем это не когда-то, а вот там через несколько дней на когнитивные функции человека, ну, же не человека, это не человек, не проводили на животных, а это уже страшно, сами понимаете, потому что и защититься от этих тяжелых частиц, космического излучения, которые при вспышках сверхновых возникают, но это такие настоящие, такие жесткие излучения, которые в космосе есть, это очень трудно, поэтому вот в магнитном поле мы должны сказать спасибо, и на Марсе можно укрыться, но вот вопрос, как до Марса долететь, это все-таки 11 месяцев, вот при современной технике, до Луне, с Луной там 2-3 дня, там космонавта можно укрыть, это решается вопрос, вот с Марсом, это серьезная проблема, поэтому у меня где-то здесь еще один слайд есть, я ждал, что меня кто-то спросит, вот, про Илона, про Илона Маска, про которую все сейчас говорят, ну, все это красиво, конечно, и вот даже там на некоторых слайдах у меня был, он вообще гениальный инженер, но боюсь, что вот есть какие-то непреодолимые факторы, пока, что человек, человеку вот в таких радиационных условиях выжить будет трудно, я однажды такую фразу сказал, потом мне какой-то журналист сказал, что она будет, наиболее цитируема была там лет 10 назад, фраза была такая, что на Марс может полететь только поколение людей, выращенных вблизи чернобыльского реактора, который специально, как-то генетически уже приспособлены к таким вещам, хотя я не знаю, можно ли к этому приспособиться, то есть с пилотируемыми, правда, полетами не все просто, но сам Марс, и роботы становятся все более умными, интеллектуальными, и вот, конечно, я, человек когда-нибудь, наверное, побывает на Марсе, ну, просто так же, как на Джамалунгме, на Марианской впадине, вот, из таких соображений, но с научной точки зрения, честно говоря, там, человеку делать нечего, но пока, вот, задач для этого не видно, при той ракетной технике, вот, на жидкореактивных двигателях, до Марса добираться слишком долго, и ископаемых, конечно, никаких на Марсе особых нет, американцы, сейчас Буш, не Буш, Обама, Салья устал уже, Трамп объявил новую программу, там, вывод, буквально на днях, большой скандал она вызвала, ну, мы, тем, кто занимается планетами, интересно, он, короче, решил все бросить, на планетные исследования, закрыл несколько таких интересных, астрофизических миссий, там, миссию по инфракрасным, про инфракрасному телескопу, то есть, там, планетчики радуются, а вот, астрономы, астрофизики, там, пишут протесты, собирают демонстрации, но, у американцев серьезное намерение, вот, буквально, вот, после этих решений, вот, наши коллеги из Соединенных Штаток, они знают, что у нас большая лунная программа, они уже звонили, как-то думают, как нам, может быть, какие-то совместные инициативы проявить. Вот, вы сказали, то, что, к Луне собираются отправить какую-то экспедицию для бурения, что там планируют и хотят найти? Ну, на Луне хотят найти то же самое. Вы хорошие вопросы задаете. Спасибо. Вы в каком классе? В седьмом. В седьмом. Приходите к нам на дне открытых дверей, мы потом вам расскажем, куда и куда, у нас там много вам интересно будет. Значит, что хотят найти на Луне? Значит, там идея другая. Вот, меня кто-то спрашивал, про кометы, про воду. На Луне, в полярных шапках достаточно много, я говорил, нашли воды. Там тоже есть разные модели образования, появления этой воды. много, это там, доли процента, процента, не то, что там, банками ее можно черпать, но это, проценты, достаточно много. Вот, и откуда берется эта вода? Там существуют разные модели. Один из наиболее популярных теорий, это то, что эта вода принесена кометами. Если посмотреть на Луну, она вся испещрена ударами метеоритов, комет, они все падали на Луну во всех ее районах, и в полярных, и в экваториальных, но в экваториальных районах там жарко, эта вода быстро испарялась. В полярных районах это вещество комет могло как-то попадать, попадать под лунный грунт, который называется реголитом, скапливаться там, и за миллиарды лет там могло, вот эти запасы водяного льда, могли там быть, но кометы несут не только воду, в основном, конечно, они такой грязная вода, ядро комет, но там очень большое количество органических молекул. Это очень подтвердила вот экспедиция, мы, я что-то понимаю, мы, может быть, и слышали, комете Чурюмова-Герсименко, недавно была, они нашли такие довольно сложные органические молекулы, то есть мы, может быть, на Луне, вот в полярных областях Луны, это такой вечный холодильник, куда миллиарды лет природа складывала вот это кометное вещество, в том числе какие-то органические молекулы, которые потом присыпаны были снегом, и опять присыпаны были грунтом, и мы, забравшись туда, опять-таки мы можем только на полтора-два метра разобраться, мы, может быть, увидим не только воду, что-то, конечно, тоже интересно, мы можем увидеть какие-то органические молекулы, понять действительно, есть ли идея, что жизнь во Вселенной на Солнечной системе разнесена кометами, вот такая теория по сперме, она справедлива, и там важно, что там собрались самые разные кометы, мы не можем за каждой кометой гоняться, вот как наши коллеги сделали, а тут мы сразу как-то сможем исследовать вещество многих комет, которые падали вот за миллиарды лет историю Луны, вот это мы ищем там. Как бы еще вопрос, то есть это все-таки не для поиска каких-то полезных ископаемых, коих, как я читал, на Луне больше, чем на Марсе и некоторых других планетах Солнечной системы, то есть, например, там много тория, которые про средства в определенных химических рябках, уран, может быть. Но Луна, она сделана, вот я показывал ее плотность, она, Луна, это как бы седьмой континент Земли, то есть она сделана из тех же веществ Земли, только более легких, потому что, как сейчас мы понимаем, о преобразовании Луны были срезаны верхние слои Земли, и, например, железо и тяжелые металлы, которые были в ядре, туда не попали, поэтому у Луны плотность меньше. Конечно, на Луне есть и тории, другие редкие металлы, но если представить, что они когда-то исчерпаются на Земле, хотя я с трудом это себе представляю, наверное, какой-то их добычу на Луне можно организовать, но вы сами понимаете, опять-таки вопрос, как их доставлять, потому что вот пока не изобрели антигравитацию и какие-то такие способы примечать, ну, траспортировку, как Стругацкий, мечтая, вот лететь на ракетах, ну, вы видели, там маленький такой, маленький такой шарик возвращается на Землю с тяжеленной сотни тонн вещей ракеты. Вот это химическое топливо, оно всегда будет делать это неэффективно, даже золото так неэффективно будет доставлять. Пока, я не знаю, все развивается быстро, может быть, изобретут какие-то другие способы перемещения, но есть такие электрические, электрический двигатель, постепенно это развивается, но все на очень маленькой тяге. А с Луны еще надо взлететь, Луна достаточно большая. Лев Матвеевич, благодарю за лекцию, а что же с планами залезть в глубины Марса, как вы говорите, в схроны, посмотреть, что там? Мы собираемся залезть в схроны на полтора метра, больше у нас там не получается. А те открытые пещеры, которые там 35... Ну, там они достаточно далеко, пока об этом не говорят. И вот по этим нейтронным данным в этих районах вот такой подповерхностной воды не наблюдается. Поэтому мы выбрали места, которые на этих картах, которые я показывал, такие синенькие. Ну, я думаю, что и до этого дойдет дело. Это пока вот первое, пока там, наверное, десяток успешных аппаратов только сидел на Луне. То есть сидел на Марсе. И это все только начало пути. Если что-то там удастся найти, поверьте мне, то туда все ринутся. Уже сейчас там китайцы делают посадочный аппарат. Вот эти открытия метана, они, в общем, возбудили всех. И сейчас начинается такая большая лунная гонка, марсианская гонка. Лунная, кстати, тоже. Но мы, вот наша позиция, я просто про Луну сейчас не рассказывал, потому что я читал уже здесь лекцию по Луну. У России, значит, такой подход. Вот есть, мы сотрудничаем с европейским агентством. И как бы, по-английски скажу, вот ExoMars, это проект был европейский. И мы к нему подключились тогда, когда он уже существовал. Но мы там делаем сейчас важные ключевые элементы, приборы мы туда ставим. Но все-таки это проект, который как бы законодатели, там наши европейские коллеги. Поэтому, это говорится, ExoMars это EuroPlatMission, ведомая Европа. А Луна наоборот, потому что в Луне мы основные законодатели, мы уже приглашаем европейцев с этой бурильной установкой еще с какими-то приборами участвовать у нас. И мы вот так, в общем, как-то так разумно разделились. Здесь мы им помогаем, там они нам будут помогать. С Америкой, к сожалению, пока большого сотрудничества не просматривается. Вот мы последние годы очень активно обсуждаем совместную экспедицию к Венере. Вот я про Венеру говорил, насколько я такая планета загадок. Вот и на ней Советский Союз, здесь рекорд у нас есть. Никто на Венеру никогда не садился. Советские аппараты осуществили, по-моему, 4 или 5 успешных посадок. Правда, прожили там недолго. Часть аппаратов еще до этого были раздавлены вот этим громадным атмосфером. Но ни у кого такого опыта, результатов, успехов на Венере нет. И поэтому, как бы, американские коллеги заинтересованы исследованием сотрудничества с нами. Но это как бы отдельная история. Если вот будет получаться, я когда-то здесь тоже с удовольствием расскажу. Спасибо большое, Лев Матвич. Огромное спасибо. Я думаю, что все получили ответы на свои вопросы. Вот еще раз вас благодарю. Спасибо вам за внимание, за хороший вопрос. Я напомню, что мы совсем недавно сделали фильм «Обитаемая луна». Лев Матвич смотрел и дал положение на артисты. Да, мне очень понравилось. Кто еще не видел, пожалуйста, приходите в Большом звездном зале. Каждый день в разное время идет. Как раз лунная вся программа, которая сейчас разрабатывается, о которой частично говорил Лев Матвеевич, там об этом рассказано и показано. Мы показываем поселения лунные, мы показываем станции роботов, мы показываем обитаемые станции лунные, как защищаться от радиации, на каких кратерах существует кратер КБО, где был как раз вот этот эксперимент проведен, где будут установлены солнечные батареи, кратер Шеклоттон на Южном поле. То есть очень подробно все. Пожалуйста, приходите. Ну и я надеюсь, что по Марсу мы тоже вот в результате последних исследований и будущих сделаем фильм. Сейчас у нас идут «Тайны красной планеты». В основном это история вообще исследований Марса с древнейших времен, когда они начались, да, до наших дней, как раз «Скиапарелли» там и приводим сказания Карла Сагана. Тоже очень интересный фильм. Но исследования продолжаются. Я надеюсь, что с помощью Львам-Атвечи и его коллег из ИКИ. Да, да, да. Но в нашем фильме мы в основном по кириевости рассказываем о том, что он делает, что он сделал. Ну вот, мы стараемся идти в ногу с наукой и вам рассказывать самые последние свежие новости в разных ее областях. Через месяц мы с вами встречаемся здесь же 21 марта и про экзопланеты расскажет Маров Михаил Яковлевич. Все вы его знаете, конечно, тоже. Поэтому приглашаю вас на эту лекцию. А в преддверии праздника защитников Отечества хочу всех наших сегодняшних гостей и мужчин поздравить и пожелать им успехов, здоровья, счастья, всего самого прекрасного. До новых встреч. До свидания. АПЛОДИСМЕНТЫ